Всех приветствую дорогие зрители, вы смотрите канал Мастер Плей, зовут меня Антон. И сегодня, 17 января, открывается новая глава в Battlefield 5. Чем примечательна эта глава? А тем, что здесь будет аж три новые техники, два танка и один самолет. Зачем я это говорю? А чтобы предупредить вас, что гайды на новые танки обязательно будут, я уже приступил к их созданию. Но поскольку это требует времени, а вы ждете видоса по батле, которого на прошлой неделе кстати не было, я подготовил для вас гайд по немецкой зенитке. Друзья, я это озвучиваю спустя сутки после написания и озвучивания всего текста. И выяснилось, что танки будут доступны не сразу после выхода главы, а аж через месяц. Так что сори, обзоры придется немножечко отложить. А именно до середины февраля. Ну что же, ждем. А сегодня у нас зенитка Флагпанцер 6. Поймем, эффективна ли она и эффективнее ли она своего прямого конкурента, Валентайна Зенитного. Сейчас узнаем. Флагпанцер это самая мощная зенитка в игре. Почему? Потому что она имеет аж 4 ствола и неимоверно высокую скорострельность. Флагпанцер гораздо эффективнее Валентайна Зенитного по части вынесения самолетов. Так как стреляет он быстрее, боеприпасов больше, стреляет он дальше и урона за секунду у него тоже больше. Но это все исключительно по самолетам и стандартными снарядами. Минусы Флагпанцера очень существенные. Это урон по технике и сплэш. Но мы сравниваем все это с Валентайном именно с зенитными пушками. А я напомню, у него по стандарту пушка как у БТР. И против самолетов она не предназначена практически вообще. У Флагпанцера же подобного нет. У него есть исключительно 2 вида пушек. Следовательно и снарядов. И обе против самолетов. Вторая подходит и против танков. У Валентайна же тоже 2 вида. Против самолетов, но чуть послабее чем у Флагпанцера. И против наземной техники. И пехоты. Иначе говоря, при одной прокачке нагибает танки и самолеты, но не пехоту. При другой нагибает танки и пехоту, но не самолеты. Флагпанцер же при одной прокачке нагибает только самолеты. А при другой прокачке самолеты и танки. То есть он никак не предназначен против пехоты. И убить даже одного бойца с любой сборкой для вас будет геморроем. Это и делает Флагпанцер таким не универсальным. Только стандартная пушка способна более-менее расправиться с пехотинцем. но при прямом попадании или при очень близком попадании. Так как, повторюсь, сплэш мизерный и понадобится на одного пехотинца около 20-30 снарядов из тысячи. К слову, перегрев у вас не такой сильный, а значит можно за один заход вполне сбривать и бомберы. У флагпанцера, как можно догадаться, нету мест для пассажира. Также нету второстепенного оружия. Есть только основное, дым и быстрый ремонт. Еще хотел бы добавить про основные снаряды. Как я уже говорил, они ужасны против техники. Но! Есть и обратная сторона медали. Когда вы стреляете во врага, вы можете от огромного количества попаданий задымить ему весь обзор и вас он просто не заметит даже в упор. Чтобы вы примерно поняли урон по средним танкам и поняли, как сильно засыпает дымом врага, посмотрите вот этот фрагмент. Что же, для более развернутого понятия разберем все способности и суть флагпанцера. Разберем его специализации и сборки. Ускоренный поворот башни. Тут нечего сказать. Башня крутится быстрее и это просто полезно. Во всяком случае полезнее полевого ремонта. Уж извините, друзья, я седьмой обзор подряд говорить, почему полевой ремонт не нужен, уже не хочу. Просто специализация говно, так как она заменяет стандартный быстрый ремонт. Так что ее не берите. Так же, как и циммерит. Циммерит не дает прикреплять к вам динамит. Но зачем это? На тяжелых танках еще понятно. Там пехотинцы догнать могут. А флагпанцер средний танк. То есть слабый, конечно, по здоровью, но быстрый. Увеличенная кратность прицела. Брать только в одном случае, если вы хотите оставить стандартные снаряды, а не менять их на 37-мм зенитные. Чем же они выделяются? Снарядов у вас становится не 1000, а 400. И в описании снарядов написано, что они эффективнее против авиации по сравнению со стандартными снарядами. А на деле это в корне не так. Ну, как сказать, не так. Это как сказать, что винтовка со скорострельностью 200 и уроном 45 эффективнее винтовки со скорострельностью 1000 и уроном 35. То есть урон в секунду и перегрев у первых снарядов гораздо лучше. Вторые же, да, наносят больше урона. Но из-за меньшей скорострельности и более сильного перегрева, эффективности будет немного меньше. По пехоте эти снаряды вообще хуже, чем первые. Так как тут нужно несколько прямых попаданий или сплэшем в метр. А с нашей скорострельностью это реально сделать только в упор. Плюс этих снарядов? Значительный плюс. То, что их можно использовать против вражеских танков. Урон по вражеским танкам при попадании в башню может достигать 4 единиц. Обычное попадание в бок около 2-3. Поскольку скорострельность неплохая, то за 5 секунд можно по среднему танку нанести до 30 единиц урона, если стрелять непрерывно. По тяжелым около 25. Таким результатом не могут похвастаться изначальные снаряды. Это и есть главный плюс 37-мм зенитных. Они универсальнее, то есть могут работать по большим целям, чем доступно первым снарядам. Радарный комплект. Эта специализация позволяет вам видеть всю вражескую воздушную технику на миникарте в 250 метрах от вас. Не назвал бы я это таким уж супер полезным, но как пассивка неплохо. Дымовая установка. То же самое, что и обычный выброс дыма. Просто в ту сторону, куда вы смотрите, а не на вашей позиции. Про это я бы тоже не сказал, что так уж полезно. По сути повторюсь, это тот же дым. Дымовые снаряды с подрывом в воздухе. Взять мы их сможем, если пойдем по левой ветке. Я думал, что можно усеять воздух дымом, чтобы нас не замечали самолеты. Но нафига? Проще надамажить. Такие же снаряды были и у Валентайна. Единственное применение, которое я им нашел, это целенаправленное задымление позиции врага. Будь то танк для ухудшения его видения, или пехота, чтобы она не могла к вам нормально подобраться и попасть. То есть, если пехотинец за укрытием, его убить нельзя, а вы боитесь его, то можно усеять его укрытие дымом. Полезно на самом деле. Зажигательные боеприпасы, которые идут дополнительными. Казалось бы, звучит так круто. Зажигательные снаряды. При попадании по самолету, они еще будут его потихонечку добивать. Но урон этих снарядов так понижен, да и попасть им и сложнее, что эффективность их становится ниже, чем у обычных снарядов. Чтобы доказать вам это, я покажу вам пример. Две одинаковые ситуации, только два разных типа снарядов. Зажигательные снаряды. Зажигательные снаряды. Зажигательные снаряды. Зажигательные снаряды. Как мы увидели, зажигалки хуже обычных снарядов. С учетом погрешности того, что я просто косой, может не хуже, а такие же, но точно скажу, что не лучше. Так что смысла в них я просто не вижу. Мины по бокам. Очень полезно против приближающейся к вам пехоте. Такое же было и на Тигре. Сейчас покажу. Ему-то понятно, он неповоротливый и медленный, такая защита ему поможет. А быстрой зенитки такой нафига. Я не спорю, полезно, но не так полезно, как могло бы быть. Тем более нам придется отказаться ради этих мин от дымовых снарядов и радара. Разберем сборки. Если вам плевать на дымовые и радар, можете идти по этой ветке и брать мины. Но тогда у вас не будет 37-мм снарядов, а значит вы не сможете работать по танкам. Но сможете работать немного по пехоте и в полной мере по самолетам. С этими же снарядами вторая сборка. Тут есть и радар, и дым, что неплохо. Но снова никакой работы по танкам. С какой сборкой катаюсь я, а вот с этой. Я считаю, что 37-мм снаряды это хорошо. Ведь, как я уже говорил, я обожаю универсальность и всепогодность. А эти снаряды позволяют работать и по танкам, и по самолетам. Каков будет ваш выбор, решать не мне. Я лишь показал то, из чего вам придется выбирать. Что же, вот мы и разобрали немецкую зенитку Флагпанцер 6. Что я могу сказать в итоге про нее? Это вам не Валентайн. Работаем исключительно на дальней дистанции. Имея ваши стандартные снаряды, Валентайн со своими стандартными снарядами вас вынесет. Так что советую брать вторые для конкурентоспособности против него и других танков. Пехота ваш злейший враг. Только с первыми снарядами вы можете от нее отбиться. Но только на ближней дистанции. Вторые снаряды позволяют вам уничтожать вражеские танки на огромных дистанциях. Так что если какой-нибудь там Валентайн, уже не зенитный, обычный, на вас позарится, идеальная баллистика снарядов позволит вам стрелять аж в движении и попадать. Что будет идеально для вас и плохо для врага. Про самолеты вообще молчу. Вы их имеете, как вам только захочется. Флагпанцер по части вынесения самолетов будет лучше Валентайна. Что еще раз подчеркивает хреновый воздушный баланс. Мало того, что немецкие самолеты сильнее британских, так еще и немецкая зенитка самолеты выносит быстрее. Но знаете, за что можно любить Battlefield 5? За те моменты, когда вы имеете весь сервер абсолютно нестандартным образом. И совмещайте то, что разрывает пуканы врага как не знаю что. К слову, с этим человеком я не был по связи. Это обычный рандом и мы сразу поняли друг друга. Подытожим, флагпанцер отличная зенитка и без альтернатив. Но она не такая универсальная, как хотелось бы. Так что обычным игрокам, которые хотят покататься на реальных танках, которые реально крутые. Или игрокам, которые любят вынесение всего, находясь в гуще боя. Эта самоходка вам не подойдет. Что же, а я повторюсь. Гайды на новые танки уже в процессе. А если вам понравился этот гайд, то буду очень рад вашим лайкам. А если вы тут впервые, то подпискам. А на колокольчик, если нажмете, так вообще класс будет. У меня еще своя группа в ВК и Дискорд есть. Залетайте. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok